Поэзия, музыка и уют. Поэт Плат вновь собрал творческую молодежь города и области на рождественские встречи. И перед окончанием длинных выходных подарил гостям праздничное настроение. Рождество – это время волшебства. И это волшебство, оно всегда спускается ниоткуда. И сегодня мы хотим его представить в виде музыки и поэзии. Это первый вечер поэтической платформы в новом году. И организаторы приложили максимум усилий, чтобы сделать его запоминающимся. Участники творческого объединения «Общество живых поэтов» представили новую программу. Это «Питерские мотивы» и «Сказки с севера». На смену листопадному веселью идет покой летающего льда. И зимний сурок правит новосельем. В душе моей даст Бог не навсегда. Квасир назвали его волей. И дали знаний столько, что он стал умнее всех пророков, болтающих, не замыкая рту. Квасир был в следующем науках и знал все языки людей. Ни одно чудо не обходится без музыки. Так и на рождественских встречах звучали как песни собственного сочинения, так и весьма необычные переложения классиков. И, конечно же, главная цель творческих вечеров поэт-плата – общение и знакомство. Сегодняшний вечер не просто вечер поэзии или песен. Мы хотим, чтобы вы узнали о каждом человеке чуть больше. Ведь поэт-плата – это не просто площадка, на которую можно прийти и почитать стихи. Это то место, где люди узнают друг друга, знакомятся и общаются. Перед выступлением каждого участника зачитывался интересный факт из жизни автора. У кого-то это – 20 оборотов вокруг солнца. Кто-то знает польский и катался на ездовых собаках. Но для большинства гостей встречи этот вечер оказался, что называется, боевым крещением. И каждый держался достойно, потому что чувствовал поддержку друзей. Следующий вечер поэт-плат планируют провести в апреле. В теплые весенние дни поэты, писатели и музыканты обещают поговорить и пофантазировать о космосе. Игорь Умаров, Павел Подобаев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.